мне так было плохо я уже вторые сутки практически не пью не сплю господи не пью вот смотрите все красное весь белок красный тут все отекшие все пошло вот сюда но короче улыбка летит завтра корпоратив не знаю что делать ну да ладно все нормально главное не ослепло это хорошо спасаюсь я только вот спонжики мочу холодненькой водичкой и вот так вот и все по-другому никак все печет все горит это просто какой-то ад капли капаю ни хера не помогает привет любимый я вышла в прямой эфир показать людям как 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 я выгляжу блять охуите зажигенные извините слаб я жвачки не жую же у тани на у тани нормально глаза у нее нет аллергии на металл а у меня аллергия на все короче мне пипендрики я даже не знаю как я завтра пойду на корпоратив навряд ли я пойду потому что реально мне компен капец дексаметазон надо записать сейчас запишу аж очка попрошу может сходит купит потому что я не могу надо пить от аллергии таблетки теперь до надо дексаметазон господи сейчас начнется да на самые праздники меня как говорится долбанула декс дексаметазон в общем я когда ложусь привет на острове разве мы разве по одному а мы же иногда по 2 стали когда много давай по 2 не надо там с одной стороны 4 на 4 трибуну будьте любезны уберите трибуна от ринга посередине стоит еще там я только там была благодарствую а вот значит продолжаем наш квм я не знаю какой там вы шлюхе пишите которая захаром было какая еще шлюха захаром прекращайте мне захарку обижать у него все нормально как-то стацевят настя увидите с кем она упадете в обморок смотрите эфиры вы обалдеете ребят вообще я по натуре очень терпеливый человек я крайне редко жалуюсь крайне редко болею но блять это аллергия меня до канала я все глаза расчесала они у меня все горят пекут и когда я только ложусь у меня начинают они течь и вот уголки начинают дико гореть как будто живое мясо горит поэтому я только мокрыми спонжиками спасаюсь славочка котенок мальчик мой ненаглядный сняла ресницы там где и нарастила где еще могу снять ресницы хотя у меня было такое желание отодрать их прям дома тема эфир наташи и и неудачное наращивание попытка номер 4 опять не удалось ты хочешь спать ложишь ложись славочка о это ра это блять поздно это поздно ничего у тебя не рожа нормально это у меня блять посмотри на эту розу просто с кем алена рапунцель с нами она все хорошо не как лечите глаза да как я их лечу господи как попадется так лечу значит ашотик мне дал вику сечка здравствуй детка моя у меня аллергия на наращивание это не первый раз одно и то же каждый раз ашотик значит мне принес капли левомицетин значит эти капли как говорит моя мама до сраки дверца то будет хатка хрена не мне не помогает мне даже красноту не снимает но слава богу что уже их нету и у меня нет у меня это еще это уже все это уже я красотка а что было был же вообще просто пипендрики от завтра друзья мои мы снимаем крайнюю съемку в 2019 году славки господи от адовый прошел да зачем мне врач я сама себе режиссер я к врачам не хожу я их терпеть не могу да привет ребята аллергия меня мать ее свалила я двое суток уже не сплю мы на новый год хотели в питер ехать как-то отбой глаза не помеха до цитрин да 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 надо выпить супростин сейчас ашотика мы дождемся котенка нашего ненаглядного ножа ашотик скорая помощь с помощь скоро горячка белая белая горячка вот поэтому тут все свет так гляньте ой блин все огненная огненная воспаленная очень сильно опухла верхняя века но ничего мы рождены чтоб сказку сделать былью карин таран 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 ничего страшного не помрём все вам говорю мое состояние почему я не stories не снимаю ничего поэтому добрый вечер это не то что неприятно это ужасно как вот представляете кожа же вокруг глаз она же самая нежная вот тут вот по в углах внутреннем и наружном уголках все печет потому что слеза она же соленая она разъела всю кожу до такой степени стягивает и печет ну в общем давайте не будем углубляться короче поехали о наших делах насущных кто с кем кто зачем кто почем а славка он готовится к этому корпоративу завтра у него корпоратив он напендрит новый костюм бабочку он улетает в сочи а куда в ордане а в ордане он улетит куда а там снег есть ты же на лыжах хотел бы но ты найдешь там снег где-то хотят купаться серьезно и ордане а там не страшно там не взрывают короче я друзья мои я ошиблась славка в ордане улетает глеб смотрел фильмы трансформеры и захотел их увидеть а вообще в ордане снимали фильмы трансформеры ну я я об этом следующем году в америку там же марвел и не марвел и капитан америка слав все дело в том что я знаю что твоя мечта уехать и жить в америке смотри блять не останься там я от не против как говорится хоть под америку славочка улетает в этом году в орданию собирался в сочи не знаю на лыжах теперь купаться поеду с детками но я его тоже спрашиваю это не опасно он говорит нет я покупал 329 рублей до я тоже как бы покупала мне не подарили так короче ребята вот зачем вот вы несете какую-то ерунду захарка ни с кем не намотался захар порядочный интеллигентный парень где ресницы ребят начало прямого эфира было такое наташа и ее неудачная четвертая попытка ресницы я сняла на вторые сутки короче славка едет в иорданию а потом он на следующий год он летит в америку и время же на пмж сейчас как двину чем-нибудь на пмж только говорили о тебе а этот юля беременна или нет ефременкова славка случайно не знаю ефременкова беременны чего вы взяли девять и сплетни берете да он такой нежный это была последняя попытка попытки номер пять не будет никогда зачем мне это надо я два дня не сплю и не не ужасно плохо отвратительно я не хочу на людей выходить а мне сейчас надо будет выходить веселить людей я же как говорится елка нарядная множество огней знали мы с радостью ждали мы с радостью новогодних дней до сссл выходные тадари таратаран тадари таратаран тадари таратаран тадари таратаран какой эфир сегодня был гляньте пипендрики просто пипендрики блять мама зачем сдались нам эти штаты так ребятки давайте расскажите мне кто будет отмечать где новый год вячеслав зашел ко мне прямой эфир ему мало что я напротив сижу него эти глаза да но сейчас будут писать только хорошие они сейчас будут меня жалеть так там было сказано что ефременко в следующем году станет мамой потрясающе где это там определитесь пожалуйста а мамашка ваши крестницы что а правда что после нового года все летят на сейшелы неправда все вранье правда только у меня вам же антон бег уже сказал верьте только наташа все вранье не верьте никому кто сказал что они летят на сейшелы еще и все а мы здесь с кем будем где вы берете эти прикольные слова по кассике пипендрики еще и нигде это и мои слова личные запатентовать надо их потому что этими словами все наши фразы вырываете из контекста а потом вы даете их тоже мне добрый вечер спасибо большое бобру иск я давно не проводила прямые эфиры потому что у нас очень много работы мне не до этого вообще а один прямой эфир забер ну во первых это уже то что ты общаешься сам собой добрый вечерок а потом ладно я помолчу мая беременна ефременкова беременна все беременны естественно феде снасти ответьте пожалуйста нет не с настей глаза мои очень плохо что происходит неужели захар изменил я не это откуда кто сказал то что вы смотрели захар был в клубе видео так там же его сестры были я что в этот вечер ему писала захар виде с интеллигентно не намотайся котенок эт шоу и сестренке были начинается тоже мне там добрый вечерок вот СССР будет 8 пар. Откуда это взяли? Кто это уже вам трынданул? Какая падла. Ребят, мы не были на дне рождения у Тьюши. Мы в этот день снимали программу. А шоу вел Влад Кадони. На СССР будет 8 пар. Ну, почему бы и нет. Я на пост написала грустное и печальное расставание. И что? Это не означает, что Захар ей изменил. Мало ли, что там на Янку нашла. Она вон до 5 утра не спала. Строчила этот пост. Делать нечего. Все молодые, амбициозные. Короче, ничего не спрашивайте. Лучше не спрашивайте, ибо сейчас тресну. Аня и Антон расстались, конечно, расстались. Они у нас на шоу прямо расстались. У нас было очень позитивное, доброе шоу. Есть, конечно, у него девушка. Что вы загружены? Что-то вы загружены, может... Я не люблю массаж. Мне-то Туманский на той неделе хотел сделать массаж. Пристал ко мне, как банный лист. Я говорю, отойди от меня. Я терпеть не могу массаж. Иначе как тресну, сейчас тебе попереду. В общем, короче говоря, Ирина Санна, попытка номер четыре нарастить ресницы была провальна. Я вижу, да. А я лучше бы этого не делала, гляньте. Жесть, Наташа. У меня так опухло верхнее веко, я два дня уже не могу нормально спать. Слушай, а может быть тебе это гель? Как он от конъюнктивита забыл? Блефора гель, блефора гель. Нет? Блефора хрель мне надо. Короче говоря, из-за этой аллергии она к тому. Глаза это же идет отечность, отечность идет на нос, я это терпеть не могу просто. Все слезится, все горит. Ты можешь уже забыть про это нахрен? Вот серьезно. Вот я вот просто мучилась, мучилась, вот так же страдал, страдал. Просто вычеркнула из своей жизни наращивание ресниц. Правильно и сделали. Понимаешь? Подлечила свои реснички, сейчас крашу ресницы, просто нашла для себя тушь хорошую, сосной, и все. И все еще спрашивают, что вы наращиваете такие ресницы? Нет, просто хорошая тушь, и все. Ну я все, больше никогда это была, короче говоря. Добрый вечер. Так, Ирина Александровна, вы мне скажите, вы завтра помните, что вы с нами? Вы с нами! Конечно, помню, Наташа. Ясный перец. Ясный перец. Ирина Александровна, у меня к вам да. Он из-за�та, звhm, засыпая ну system-кар fire, 생, бутеро unstable integrate the ха中у regresу life. Вот это забывание, но у душу больного ответа, что он переживает это вśnie's. ạtер rouge, но flood мирова тех, вам пока еще не вижу, Продолжение следует... Продолжение следует... Какие девчонки молодцы. Да-да, мы, маму, это... Это первый человек в жизни, мама, а потом уже все остальное. Это да. Это да. Ну, короче, ты сейчас мучаешься, Анатолий, я вижу. Ну, короче, в пепендрике я мучаюсь, все течет, блядь, все горит, все красное, но ничего, я думаю... Это вот это вот настоящее... Мне тоже, знаешь, мне рассказывали про какой-то спецклей, который точно прямо антиаллергенный, и каждый раз я попадалась вот на такие вещи. Да-да-да. Последний раз, это было год назад, кстати, Наташ, я нарастила тоже реснички, через три дня ты потерпела чуть-чуть, а я три дня мучилась, чесалась, терпела. В результате я сняла их и сказала, это теперь все, это финиш, хватит. Я когда третий раз нарастила ресницы, три дня, вот как и вы, у меня все текло, все чесалось, это был ад. Я потом их сняла сама, прям вот в ванной там, этими средствами, а в этот раз я не смогла уже терпеть, вот первые сутки и все, не могу, дурно. Ты поняла, что уже больше не будет лучше? Да-да. Да, поэтому и сразу сняла, да. Так что, а ты выпила что-нибудь от аллергии? На, да, спроси. Юля! Юля! На! Господи, что-то как это. Слушай, у меня так и не работают эти маски, вот в инстаграме в прямом эфире. Завтра приедете, я вам сделаю. Машотика попросим, он у нас, это, с хакер. Угу. Хакер. Я вам сделаю. Ладно, хорошо. Ладно, Александр, люблю вас. До завтра. Анатолик, можешь мне завтра машину прислать? Хочу поспать по дороге. Хорошо. Все, целую. Все будет, пока-си-ки. А как это, я не забуду уже, как это пить. А, все, сама. Ну, походи. Знаете, что, Вячеслав, курение вредит нашему здоровью. Так, друзья мои, значит, все, кто пишет чушь про Ирину Александровну, вон отседала. А-а-а. Я вот не понимаю, почему так орет у них телевизор. Окей. Сейчас кривых? Секунду. Со Славкой пока пообщайтесь, сейчас я приду. Задавайте Славку вопрос. Это я их не вижу. Ну, что страшно. Так, друзья мои, я вернулась. Осторожно, листопад. А вот Славочка напротив сидит. Эти глаза напротив. Калейдоскоп огней. Я просто не могу долго показывать. Там доска, потому что уже мне... Ирина Александровна, поверьте мне, добрых и порядочных людей больше. По крайней мере, я на это надеюсь, чем вот этих вот гнилых, недоделанных идиотов. Как вы относитесь к сексу на первом свидании? Никак. Отрицательно я отношусь к этому. Я вообще не представляю, как можно на первом свидании заниматься сексом. Слава, я вот это вот вообще для меня это... Что вы? Нет, это не... Для меня это вообще так. Я вообще этого не понимаю. Слава сказал, нахрен мы ему нужны со своим вопросом. Слава, он такой. Он такой. Да? Да что ты плетешь? Так что, ребятки, не наращивайте ресницы, кому не суждено. Да, Ирина Александровна возвращается на проект Дом-2 15 января. Смотрите. Будет трансляция по всем телеканалам России. Должанский придет куда? Слава, вот куда ты идешь? Курить. Да не хочу я там трындеть на улице в прямом. Не хочу. Ребят, хреново, реально хреново. Глаза просто пипендрики. Значит, смотрите эфир со старичками 8 января. Эфир будет бомба. Просто бомба. Столько сил было вложено, чтобы снять эту программу, ребят. Серьезно. Да, я курю. На проект Должанский придет. А Должанский уже на проекте. Просто вы еще не видите это. Ну, Бог. Чем она там будет заниматься? Готовить. У нее же рубрика своя это. Приготовь и накорми называется. Сама сейчас придумала. Приготовь и накорми. У вас будет от нее. Будет у нас никакого отпуска. А что вы говорите? Такой нам только снится. Слава, хватит. Прекращайте. Надо тоже купить вот такую. Только уже не свинью, а крысу. Мы так не сдадим. А, пачками. А, не мелочь какую-то пузатую, а пачками. Начало прямого эфира. И тема прямого эфира. Ресницы и Наташа, и ее ресницы. Неудачная попытка номер 25. Четыре. Дикая аллергия у меня, ребят, началась. Вы видите, я... Марин Тристана, здравствуйте, моя птичка. Что, что, что? Горячий по акт из Китая, Наташа. А, горячий привет. И Марин Тристана, вам тоже огромный привет. Когда вы прилетите вообще? Славка вот вам привет передает. На дни, да я на тебя увидит. Тристан, на тебя что жули. Здрасте. Марин Тристана, вы когда приедете? Почему вы так долго в этом Китае? Добрый вечер. Вячеслав, в кармане возьмите. Что у вас? Крестница, крестница Василиса. Да. Славочка, или там, или там, я не помню. Да, я крестная Василиса Дмитренко. Ребят, ничего. Сахно, Алена, Киев. Что? Сахно, Алена, Киев. Кстати, у Марин Тристана мне подарила классную шапку. Просто зимы нет. Алена делает зубы, да. Ничего она себе не вставила. У нее будут композитные керамические виниры. Очень, между прочим, красиво получилось у нее. Она сейчас только временные поставила. Через неделю сделает уже постоянку. Так вот, по поводу Алены. Все говорили, когда она сделает зубы. Когда она сделает зубы. Чего? Зачем она делает нос? Зачем она делает сиськи? Пусть лучше делает зубы. Сейчас, как только Алена сделает зубы, будут говорить. Фу! Зачем она сделала такие зубы? Ра-та-та-та и тому подобное. Все давно уже, я знаю. Нет, не фейк. Я вам что, похоже на добрый вечер писать просто так, что я крестная ребенка? Мне что, делать нечего? Или у меня головы нет? Я понимаю, я иногда бываю добрый вечерок, но не до такой же степени. А, уже пишут. Ну, я так это... Это я... Это очевидно. Да, потом будут... Алена сама оплачивает себе полностью зубы. Да, люди пишут от зависти. Только лишь от зависти, ребят. Я всегда говорю, завидуйте молча. Вообще, зависть – это самый страшный приз. Конечно, а почему Алена или кто-то другой из участников должен кому-то угождать? В первую очередь, люди делают все для себя. И никак, ни в коем случае, ни для кого-то. Поэтому, молодец, Алена, у нее все постепенно, все поэтапно. Есть такая очень хорошая пословица – тише едешь, дальше будешь. Вот, котятки, рыбки мои ненаглядные. Чему Алене завидовать? Да всему. А что, Алене нечему завидовать? Вы же пишите, завидуете. Но вам почему-то все не то. Сиськи не те, короче, сиськи не те. Нос не такой, зубы тоже не такие сейчас будут. Ну, да ладно. Когда вы стали лучшими друзьями, чтобы стать крестной мамой? Ну, сейчас я вам все так и рассказала, ребят. Я, по-моему, ну, наверное, я не должна вам это рассказывать. Спасибо огромное, друзьяшечки мои. Здравствуйте, здравствуйте. Я давно не вела прямые эфиры, ребят. Да, живите своей жизнью. У Алены очень аккуратный, красивый носик получился. Реально ей хорошо нос сделали. Мне очень понравился. Да, я не то, что заболела. Я просто адово заболела. У меня дикая аллергия от наращивания ресниц. Вы же видите, что со мной. Все отекшее, все опухшее, все огненно-красного цвета. Короче, ад. Просто. Короче, друзья мои, я вас всех люблю, целую и обнимаю крепко. Всегда ваша просто Наташа. Давайте мы выйдем ночью в 00.00 и поговорим. Пойду работать с нами. Спасибо.